В преддверии саммита G20, который пройдет в ближайшие два дня в Санкт-Петербурге, Владимир Путин дал большое интервью агентству Associated Press и Первому каналу. Журналисты сразу же затронули самую острую сейчас тему – ситуацию в Сирии и вокруг нее. Путин подчеркнул, что военные операции в отношении этой страны возможны лишь с санкцией Совбез ООН. И только в том случае, если вина Дамаска в применении химоружия будет полностью доказана. Президент также отметил, что поставки зенитно-ракетных комплексов С-300 из России в Сирию были приостановлены. Однако не исключил пересмотра этого решения. Мы делаем это и исходим из того, что мы сотрудничаем с легитимным правительством и при этом не нарушаем никаких норм международного права, никаких наших обязательств. Нет никаких ограничений, наложенных ООН на поставки в Сирию оружия. И нам очень жаль, что поставки боевикам осуществляются в полном объеме из первых шагов этого вооруженного конфликта. Хотя в соответствии с нормами международного права поставки оружия в конфликтующей стране недопустимы. С-300 – это несовременнейшие комплексы. Они, правда, думаю, что по своим параметрам несколько лучше, чем Патриот. Но у нас есть уже и С-400, и С-500 на подходе. Это очень эффективное оружие, безусловно. У нас есть контракт на поставку С-300. Мы отдельные компоненты поставили, но вся поставка не завершена. Мы пока её приостановили. Но если мы увидим, что предпринимаются какие-то шаги, связанные с нарушением действующих международных норм, то мы подумаем, как нам поступать в будущем, в том числе и с поставками таких чувствительных вооружений в отдельные регионы мира. Речь шла и о российско-американских отношениях. Комментируя решение президента США Барака Обама отменить встречу в Москве, Владимир Путин сказал, что не считает этой катастрофой и рассчитывает пообщаться с ним на саммите 20-ки. Мне хотелось, чтобы президент Соединенных Штатов посетил Москву, чтобы у нас была с ним возможность поговорить, пообсуждать накопившиеся вопросы. Но я не вижу в этом никакой особой катастрофы. Дело в том, что контакты между нашими ведомствами, между министрами, причём между министрами самых различных направлений, они не прекращаются. Мы понимаем, что в связи с позицией России по некоторым вопросам, что в связи с этой позицией возникает некоторое раздражение у американской администрации. Но с этим ничего не поделаешь. Я думаю, что на самом деле хорошо бы не раздражаться, а хорошо бы нам вместе искать всё-таки набраться терпения и работать над поиском решений. Но я очень рассчитываю на то, что удастся на полях саммита 20-ки в Петербурге со своим американским коллегой переговорить. У нас все предыдущие встречи были очень конструктивными. Я с удивлением иногда читаю про язык жестов, про то, что мы скучаем или как-то по-другому себя ведём. Кто может сказать, кроме нас самих, что у нас в голове, в душе? Есть некоторые жесты, которые, конечно, считываются однозначно. Но таких жестов ни с моей стороны в адрес Обама, ни со стороны Обама в мой адрес никто никогда не видел. И я надеюсь, никогда этого не будет. А всё остальное – это выдумки. Не президент Обама избирался, он не избирался американским народом для того, чтобы быть приятным для России. И ваш покорный слуга был избран народом России не для того, чтобы быть приятным для кого-то. Мы работаем, спорим в чём-то. Мы люди. Иногда кто-то раздражается. Но, повторяю ещё раз, глобальные взаимные интересы, мне кажется, всё-таки являются хорошим фундаментом для поиска совместных решений. Спросили президента и про Эдварда Сноудена. Именно на фоне истории с бывшим сотрудником ЦРУ между Вашингтоном и Москвой наметилось заметное похолодание. Путин ещё раз подчеркнул, что Россия не выдала Сноудена США, потому что между странами попросту нет соглашений на этот счёт. Проблема заключается в том, что мы не знаем, права администрации или не права. И проблема заключается не в том, что мы защищаем Сноудена. Мы совсем его не защищаем. Проблема в том, что у нас нет с Соединёнными Штатами соглашения о взаимной выдаче преступников. Мы Соединённым Штатам многократно предлагали заключить такое соглашение и получили отказ. Но мы, как суверенная страна, не имея таких соглашений с Соединёнными Штатами, не можем поступить иначе, кроме как предоставить ему возможность здесь проживать. Мы не Сноудена защищаем. Мы защищаем определённые нормы взаимоотношений между государствами. Я очень рассчитываю на то, что в будущем мы выйдем с Соединёнными Штатами на соответствующие договорённости и сможем закрепить их в документах, в правовых и обязывающих. Он нам ничего не предлагал, мы от него ничего не получали, и у нас желания даже этого нет. Мы исходим из того, что… Мы же тоже люди профессиональные. Исходим из того, что всё, что он мог сказать, всё и так известно американским нашим коллегам из спецслужб. Они уже купировали все возможные риски для себя в этом плане. Всё заменили, уничтожили, поменяли. Ну, какой вам толк от него? Ну, мы и не хотели даже в это ввязываться, понимаете? Он совершенно другой человек. Его можно, конечно, подавать как угодно. Я понимаю, что американским спецслужбам выгодно подать его как предателя. Но он человек совершенно другого склада ума. Он чувствует себя борцом за права человека. Можно в качестве такого не признавать, но это уже дело тех, кто даёт оценки. Но он себя позиционирует именно так. И с нами ведёт себя именно так. Прозвучала во время интервью тема, которая в последнее время очень беспокоит западное сообщество. Соблюдаются ли в России права людей нетрадиционной сексуальной ориентации? Это правительство. Мы защищаем совершенно другие вещи. У нас нет законов, направленных против лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Вот вы сейчас об этом сказали. Вы как бы создаёте иллюзию у миллионов зрителей, что у нас есть такие законы. А в России таких законов нет. В России принят закон о запрете пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации среди несовершеннолетних. Это совершенно разные вещи. Это во-первых. Во-вторых, мы видим, что предпринимаются попытки как-то дискредитировать возможное проведение будущих Олимпийских игр, в том числе по этому признаку. У нас, во-первых, люди нетрадиционной ориентации никак не ущемляются ни в профессиональном смысле, ни в уровне заработной платы, ни, наконец, даже если они достигают каких-то высот в творчестве, в работе, они не ущемляются даже с точки зрения признания их результатов со стороны государства. Я имею в виду награждение их орденами, медалями. Они абсолютно полноценны и равны в правах граждане Российской Федерации. Я не вижу здесь ничего особенного. Вот говорят, что Петр Ильич Чайковский был гомосексуалистом. Правда, мы любим его не за это, но он был великий музыкант. Мы все любим его музыку. Ну и что? Не надо делать из мухи слона. Ничего страшного здесь у нас в стране и ужасного не происходит. Путин также обратил внимание, что в США у представителей секс-меньшинств существует немало проблем. В некоторых штатах нетрадиционная сексуальная ориентация до сих пор признается уголовным преступлением. Дискриминационные меры в отношении лиц нетрадиционной сексуальной ориентации закреплены и в законодательстве, и в правоприменительной практике США. До сих пор существуют законы, предусматривающие уголовную ответственность за вступление в однополые сексуальные отношения. Для гомосексуалистов действует пожизненный запрет становиться донорами крови и большинства органов. С 1994 года не принят закон, запрещающий дискриминацию на рабочем месте по признаку сексуальной ориентации. Около 40% американцев нетрадиционной ориентации подвергаются нападкам со стороны сослуживцев. Школьники из числа геев, лесбиянок и транссексуалов заявляют, что не чувствуют себя в безопасности. А в некоторых штатах в учебниках указывается, что гомосексуализм не является, цитирую, приемлемым образом жизни. В целом, согласно опросам общественного мнения, многие американцы нетрадиционной ориентации по-прежнему считают, что в штатах превалирует низкий уровень терпимости к представителям ЛГБТ-сообщества. Так что всеобщая толерантность американцев по отношению к геям, лесбиянкам и транссексуалам не более чем миф, насаждаемый либеральными СМИ и политиками. Владимир Путин рассмотрит возможность встречи с лидером отечественного ЛГБТ-сообщества Николаем Алексеевым, если подобное обращение поступит в администрацию президента. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он отметил, что важно еще определиться, в чем, собственно, будет состоять проблематика встречи. Вернемся к интервью Владимира Путина. В ходе него речь зашла о роли российской интеллигенции в политических процессах и отношении к власти. Вот какое мнение высказал президент. Что касается лояльности или нелояльности элит, ну, наверное, может быть, есть такая специфическая проблема. Пушкин, по-моему, его, кстати, никто не заподозрит в том, что он был сатрапом государственным, милицарским сатрапом. Наоборот, он был человеком свободолюбивым, он дружил с декабристами, и в этом тоже никто не сомневается. Но даже он однажды сказал, у нас очень много людей, которые стоят в оппозиции не к правительству, а к России. Такая традиция у нашей интеллигенции, к сожалению, есть. Но мы все должны понимать, как только начинаются революционные, не эволюционные, а революционные перемены, так может быть хуже, причём намного. И полагаю, что это понимание должно быть прежде всего как раз у интеллигенции. И именно интеллигенция должна, понимая это, предупреждать от резких движений и от революции различного рода и толка.